Темные века в Британии. Рим пал, и теперь самые различные народы вынуждены вживаться на острова друг с другом, торговать, строить союзы, но чаще сражаться. Торгнувшиеся племена Англов и Саксов, воинственные кланы Пихта, рушащиеся Кельское государство. Все они, а также многие другие народности неистово истребляли друг друга за право господствовать в Британии и Ирландии. Именно в эту атмосферу и предлагают нам окунуться разработчики Бритенвальды, одной из самых масштабных и известных модификаций за всю историю Маунтенблейд. Наконец-то, по достоинству оценить данный мод, дошли руки и у всадников. Проект данной модификации является уникальным во всех отношениях и с точки зрения выбранного места и времени, и с точки масштабности происходящего. Закончив с процедурой создания персонажа, которая сама по себе уже наполнила нарядом нововведений, мы попадаем на поистине огромную карту мира. Причем, в отличие отряд других исторических проектов, здесь отсутствуют гигантские пустыри, населенные лишь изредка прибегающими отрядами. Мир Бритенвальды компактен настолько же, насколько и богат. Нас ожидает 31 фракция во всех уголках британских островов. Названия большинства из них вряд ли что-то скажут даже о увлекающемся истории людям. Но каждое племя, каждый клан имеет свою историю. И пускай он остается за кадром в рамках самого мода, несомненно, мы должны сказать спасибо заработчику модификации за настолько дотожный подход к истории. Азычных локаций также хватает. У каждой фракции есть по одному-двум крупным городам, где-то в два раза большему количеству замков и нескольким деревням. Что еще нужно, чтобы начать строить свою империю? Впрочем, радоваться не стоит. Местный мир, насколько красив, настолько и опасен. Но прибывшему игроку будет очень непросто в нем освоиться. Разработчики выдают нам самый минимум, в то время как местные лорды с самого начала могут похвастаться внушительными армиями, по две сотни человек каждый. Нам же, чтобы собрать свой войск, придется порядочно повоевать. Лимит на армию предательски мал и требует постоянных встречек со сбойниками для своего увлечения, а отряды качаются крайне медленно. С другой стороны, любители разнообразия приятно удивить набор солдат. В свою армию можем взять воинов самых различных народностей, по своими достоинствами и недостатками. Есть здесь имитатели, дротиков и тяжелая пехота, и солдаты со щитами и пиками, которые способны построить со замечательную стену щитов. Удалось мне найти даже арбалитчиков. Чего, пожалуй, действительно не хватает, так это массовой кавалерии, которой в игре крайне мало. Хотя, возможно, некоторые, наоборот, найдут в этом свои плюсы. Возможности для экипировки персонажа также предостаточно. Само собой, речи о стальных керасах или эльфильских луков в данном случае не идет. Обстановка обязывает, но выбор все равно достаточно богатый. Каждая фракция обладает своим уникальным набором брони и оружия, включая в том числе и новаторские плащи, заменяющие головные уборы. А поэтому, даже если в глобальном плане большая часть начальных юнитов и бегает в лохмотьях, эти лохмотья все равно разнообразны. Картина дополняет и рост персонажей, зависящие от их национальности и возраста. Тогда это, пожалуй, первый на мою память мод, в котором в городах можно встретить детей. Внедрена в модификацию и достаточно интересная система штрафов и бонусов. Так, тяжелая кольчуга или металлические шлемы снижают ряд параметров игрока, взамен высокого показателя даваемой защиты. А различные баннеры, которые мы можем таскать с собой, наоборот, увеличивают лидерские качества нашего персонажа и повышают мораль войска. Отдельной похвалы стоит удостоить работу, проведенную над поселениями. Заботчики практически полностью отказались от стандартных нативовских сцен, оставив нетронутыми разве что некоторые деревни. И хотя не каждый город может похвастаться уникальной архитектурой, их вариаций все же хватает. Что важнее, поселения действительно интересны внешне, а поэтому даже простое изучение улиц может доставить свою долю удовольствия. Сюда же можно записать и дополнительные объекты, расположившиеся на карте. Целеные шахты, различные монастыри и тому подобное. Каждое место создано не просто так, а выполняет свою определенную задачу. Особенно интересным моментом, пожалуй, являются религиозные объекты. Введя в игру понятие веры, разработчики постарались выдать для нее игровую значимость. А поэтому религия это не только параметр персонажа, но и ряд других особенностей. Мы можем нападать на адептов чужеродных религий, сотрудничать со своими. От наших взглядов зависит отношение к нам деревень и так далее. Ах да, я не забыл сказать о том, что наш герой может читать книги только после того, как научится письмо в монастыре. Немало внимания в моте уделено не военной жизни, которая, пожалуй, заинтересует даже тех, кто привык считать поверженных врагов сотнями. Мы можем заняться охотой на диких животных, немного поработать на огороде, испытать судьбу в азартных играх или даже попробовать сочинить поэму. Большую роль в моде играет экономика, причем идет речь не только о стандартной торговле, но и, например, о возможности купить в свое пользование землю, до ее в дальнейшем возделывания. Разнообразие возможностей в Бриттенвальде просто поражает. Казалось бы, многое из всего этого мы видели в других модификациях, но в нашем случае практически все особенности смотрятся вполне уместно и не выпадают из игрового процесса. Вовсе не для галочки сделаны местные квесты, стоящие, пожалуй, отдельного рассказа. Разработчики придумали массу самых разнообразных историй, в поисках прохождения которых может стать не менее увлекательным, чем вся остальная часть мода. Один только старый римлянин, мечтающий о возрождении империи, чего стоит. Если что, обнаружить его можно в разваливанных некогда величествах города. Порой от нас даже будут ожидать достаточно важного для сюжета решений. Как говорится, да здравствует нелинейность. Впрочем, побывать нам все равно придется, иначе как же нам еще действительно громко заявить о себе. Начав с бандитов, мы со временем сможем дорасти до действительно масштабных войн. По пути можно забежать на турниры, даже достаточно сильно видоизменившиеся в моде. И хотя случайно выдающийся набор оружия традиционно заставляет понервничать, ну не люблю я на копьях сражаться, что поделать. Сам себе процесс и многое другое модификации необычен, а поэтому все так же приятен. Задебное внимание заслуживают морские сражения, уж куда без них. Впрочем, здесь разработчики не стали подходить к вопросу лишь для галочки. Для того, чтобы выйти в море, нам придется не только купить корабль, но и сформировать команду для него, а сами посудины могут получить от нас уникальное имя и даже самостоятельно отправленное в какой-нибудь порт с торговой задачей. Если же игрок сам решит отправиться в морское путешествие, то наверняка его заинтересует традиционная возможность поучаствовать в абордаже. Ну а что же с супоходными битвами, спросите вы? С ним все так же в порядке. Мод содержит целую кучу различных наведений, касающихся сражений, и формации, и отдельная полоска усталости героя, и расширенные параметры морали, и даже присутствует удвоенный урон от ударов спин. На самом деле, если задаться целью хотя бы кратко перетислить все особенности мода, то придется потратить как минимум в два раза больше времени, чем обычно у меня выходит на обзоры. Оно и понятно, Бритмвальда делалась не один месяц, а ее разработчики подходили к процессу разработки действительно тщательно. И это вовсе не тот мод, о котором можно сказать, что здесь куча предметов из уже набивших оскоренную сп и несколько невпопад накидных шриптов, вроде дипломатии. Хотя она и здесь конечно же присутствует. Бритмвальда это несомненно масштабный проект, изучение которого может заново открыть интерес в Малтенблэд у любого игрока, а качество проведенной работы действительно поражает. Это проект, созданный с кровью ваших игровых противников и потом его разработчиков.